Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я, Михаил Горин. Мои собеседники, главный редактор израильской радиостанции «Лучшее радио» Цви Зильбер. Пользуясь случаем, я поздравляю Цви и его коллег с очередным днем рождения этой замечательной радиостанции. Удачи и успехов. И политолог Александр Цинкер. Здравствуйте, коллеги. Привет, привет. Да, теперь по поводу нашей главной темы. Это продвижение судебной реформы, активное очень продвижение, которое непонятно до чего доведет нашу страну. Вообще ситуация вокруг этого продвижения, этой реформы уже напоминает такую политическую битву. Но будем надеяться, что она только политическая и останется. Александр, первый вопрос к тебе. Скажи, на твой взгляд, вообще из-за чего, собственно говоря, сыр-бор? Почему продвижение таких законов, в общем-то, у нас в истории Израиля были гораздо более острые законопроекты. Осло, процесс Осло, процесс размежевания. Вот довели страну до такой вот точки кипения. Сегодня, когда на улицы выходят десятки тысяч демонстрантов, подписываются петиции, угрозы гражданского непоминовения и прочее. Пожалуйста. С одной стороны, в общем-то, странно, потому что почти что все и коалиции, и многие в оппозиции говорят, что назрело время делать судебную реформу. Не важно, мягче, жестче, полностью, но есть вопросы. С другой стороны, мы последние несколько лет живем в такой период выборов. У нас прошли 4 или 5 уже, я уже сбился со счета выборов. Причем очень часто там вопрос ставится не идеологически, а типа есть блок, который поддерживает нашего премьер-министра сегодняшнего Библии Натанягу, и то есть блок, который против него. Поэтому все, что сегодня делается, а сейчас к власти пришел Натанягу, сформировал такое право религиозное правительство, которое, по-моему, такого вообще никогда не было, всегда Ликут находился где-то, когда он создавал коалицию, где-то в середине политического спектра. А сегодня Ликут стал самым левым, как бы, в этом блоке. И ему очень сложно принимать решения. Плюс к этому прибавилось еще персональные дела, как и премьер-министра, так и его второго человека, получается, в коалиции, зам премьер-министра, лидера партии США, Ария Дерри. И вот, мне кажется, вот эти личностные вопросы, а более того, когда говорят о судебной реформе, и у тебя два лидера коалиции находятся, один под судом, второй, как бы, спорно, там было какое-то условное решение по второму его делу, надо вспомнить, что он уже отсидел свои пять лет, я не помню, или семь, но неважно. К семи его приговорили, отсидел он меньше. Да, вышел он раньше. Это, конечно, очень влияет на восприятие, что почему люди, которые находятся под судом, хотят реформировать судебную реформу. Явно они это делают под себя. То есть, если бы это предлагали в другом варианте, тот же Натанягу лет 10 назад, вполне возможно, реакция была бы намного спокойнее. И да, люди бы выходили, реагировали, те, которым не нравится. Сегодня это происходит совершенно по-другому. Более того, надо вспомнить, как, например, Трамп, когда сообщил, что он идет против элит, как началось противодействие в Америке. Сегодня действующая коалиция, по крайней мере, некоторые ее члены, говорят, что богатство суды – это какая-то элита общества, которая сама по себе, и вот мы идем против этих элит. Это, в общем-то, опасная вещь, потому что никто не сформировал понятие настоящее, что такое элиты и кого туда привлекать, кого нет. Например, тот же Амсалем, который считает, что он от народа как бы выступает. Когда ему говорят «твои часы и твоя машина», он говорит «ну это вообще-то мне брат подолеил, а я такой представитель народа». То есть тут сегодня замешано и идеологическое, и религиозное, и доотношение разных срезов общества. Все вместе, вот поэтому мы имеем то, что мы имеем. То, что мы имеем. Цви, вопрос к тебе. Действительно, на этой неделе, причем в рабочий день, свыше 90 тысяч израильтян протестовали в Иерусалиме. Начались забастовочные санкции. Нам сообщают, что уже миллиарды шекелей владельцы и инвесторы IT-компаний выводят из Израиля. Было заявление руководителей банка по этому поводу. Вот буквально сегодня, когда мы говорим с вами, появилось сообщение, что 400 сотрудников спецслужб в отставке обратились к президенту с просьбой не подписывать эти законы. А среди этих людей бывшие руководители МОСАДа, Шабака, армии. И с другой стороны тоже раздаются призывы не отступать и довести дело до конца, принять эту реформу. В дело вмешался президент Израиля, случай невиданный, который призывает всех, как кот Леопольд, жить дружно. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, при таком накале страстей вообще договоренности какие-то возможны? Договоренности всегда возможны. И на этом стоит израильская демократия, что всегда в конечном итоге приходит к какому-то консенсусу, потому что в Израиле живут настолько антагонистичные разные группы, что все время приходится... Весь Израиль построен на каких-то консенсусах. Например, что ультраортодоксы не служат в армии, арабы тоже не служат в армии и могут жениться на четырех женщинах и так далее. То есть у каждой группы здесь есть какие-то свои права, которые официально не декларированы в законах, но существует некий консенсус, как любят в Израиле говорить статус-кл. Я забыл поблагодарить тебя за поздравление с днем рождения нашей радиостанции. Вот я сегодня сказал, когда мы с нашими ребятами отмечали эту дату, что эти три года были очень интересными. И я желаю, чтобы следующие три года у нас были скучнее. Но, судя по всему, следующие три года у нас тоже не будут скучными, к сожалению. Да, продолжаются у нас интересные времена во всем мире, не только у нас в Израиле. Понимаете, в чем дело? Я абсолютно согласен с Цинкером, Сашей Цинкером, что все понимают причину, по которой делается эта реформа. И сторонники Вениамина Нитанео пытаются нас перевести к разговору по сути. Да, израильская судебная система имеет определенные недостатки. Как и все остальное в Израиле. Как и служба в армии, от которой почему-то освобождены два огромных сектора израильского общества. То есть, представляете себе, ну вот общее, скажем так, представление о том, каким должно быть демократическое государство. Всеобщая воинская повинность, но 35% населения от нее освобождены. И, собственно говоря, именно поэтому мы говорим о статус-кво. Или, например, у нас религия не отделена от государства. У нас нет конституции, потому что мы до сих пор не можем определить, кто такой еврей. И так далее. То есть, в этой ситуации все прекрасно понимают, что эта судебная реформа делается, потому что надо закрыть дела против Фиби. Надо Дерри сделать министром, несмотря на две судимости. Это все сопровождается целым рядом других реформ, которые тоже мы воспринимаем как антидемократические. Ну, например, они прижимают сейчас всех профессионалов, которые работают в министерствах. Юридических советников их хотят превратить в сервильных нотариусов, которые просто будут правильно формулировать все хотелки правительства. Они прижимают генеральных директоров. В Израиле всегда в любом министерстве есть министр, который задает стратегическую линию, который определяет политику министерства. И есть генеральный директор, который является профессионалом, который знает, как управлять отраслью. Он обычно такой представитель отрасли. И он берет на себя всю профессиональную нагрузку. Ведь, в конце концов, министерство должно, в конце концов, заниматься еще и делами своего профиля. Они хотят превратить пост генерального директора в такую синекуру для своих приближенных, для активистов своих предвыборных штабов. И вот все это вместе в совокупности создает очень нездоровую картину. И сколько вы ни говорили о том, что да, у нас судьи сами себя назначают, и что у нас волокита, и что очень долго рассматриваются дела. Но судебная реформа не должна делаться в такой форме. Когда человек ночью бежит по улице с мешком, извините, у всех возникает подозрение, что он что-то украл. А у нас они бегут ночью с мешком, еще и громко кричат при этом на всю мясоедовскую. И они говорят, что нет, не надо нас останавливать, не надо проверять, что у нас в мешке. Нет, потому что нас больше. Поэтому мы не покажем вам, что в мешке. Мы бежим с этим мешком, мы первыми добежим, мы сорвем финишную ленточку. И вот это плохо. В демократическом государстве этого быть не должно. Именно поэтому вмешался герцог. Именно поэтому высказываются против этой реформы практически все. Генеральный директор банков, председатель Центробанка, представители судебной системы, судьи, все, кого мы считали моральными авторитетами в государстве. Интеллектуалы, лидеры мнений, представители хай-тека и так далее. То есть трудно назвать ту область, в которой не звучат очень серьезные колосса против. Они говорят, остановитесь. У меня по этому поводу всегда было предложение. Слушайте, товарищи, давайте примем французский закон, наконец, единогласно, всеми 120 голосами, закроем дело против Нитаньяу и на этом успокоимся. Оставим все остальное, как есть, до лучших времен. Создадим комиссию, будем обсуждать. Пока просто вот пусть они успокоятся. Дадим Нитаньяу управлять страной. Его избрали, он никуда не денется, он никогда не уйдет. Никакой суд его не снимет. И надо противникам Нитаньяу в конце концов избавиться от этой иллюзии. Премьер-министр перезбирает народ, а не снимают по суду. Не будет никакого у него вот этого отстранения из-за того, что у него уголовные дела. Ничего этого не будет. И я просто не хочу, мне просто уже противно обсуждать шампанское и сигары. После того, как мы потеряли сотню миллиардов шекелей, наверное, из-за вот этих бесконечных выборов, из-за того, что государство бесконечно колбасит, из-за того, что наша политика ведет себя совершенно беспредельно. И вот от этого всего. Давайте уже отложим рассмотрение этих сигар до того момента, когда БИБ будет уже 98, он согласится уйти на пенсию или там по синильности, или там по рекомендации гериаторов. И тогда уже мы это дело откроем. Пока просто давайте дадим ему управлять страной, поскольку народ его избрал. Давайте в конце концов примем это. 64 голоса у него есть. Хотя я думаю, что эта коалиция очень быстро развалится. Посмотрите на смотречек Бенгвира и посмотрите на это глазами изнутри. Посмотрите на них еще и глазами извне. Но, слушайте, давайте предложим Нитаняу сделку. Отменить судебную реформу в обмен на французский закон. Я думаю, что это будет хорошо. Ну, звучит красиво, но, к сожалению, трудно осуществимо. У нас осталось немного времени. Коллеги, я попрошу вас за этот остаток вас прокомментировать коротко международную новость. Я имею в виду сегодняшний визит в Украину министра иностранных дел Израиля Эли Коина. Это широко освещают и в Израиле, и в Украине. Много здесь конспирологии, много предположений. Но я сгруппирую их в два основных. С одной стороны, говорят о том, что визит Эли Коина означает, что Израиль наконец-то выбрал правильную сторону в этом конфликте. И вот самим визитом впервые за год войны показал, с кем он, что он с жертвой, а не с агрессором. С другой стороны, говорят, что это полная формальность Эли Коин буквально, что называется, ставит галочку, но при этом не говорит. Говорит, вернее, о горе украинского народа, но не говорит, из-за кого это горе случилось. Ваша оценка этого визита? Саша, ответ. Слово тебе, прошу прощения. Ну, смотри, мы записываем этот материал, когда он только приехал и только начинает свои встречи. Я надеюсь, я надеюсь, он должен встретиться с президентом Украины. Так запланировано, во всяком случае. Да, по крайней мере, запланировано, который, как раз, я думаю, и потребует однозначного ответа. С кем Израиль и чем он может помочь Украине. К сожалению, ты прав, что прошел практически год и очень много руководителей стран или руководителей внешнеполитических ведомств приезжали, и некоторые не один раз в Украину, и общались, и поддержать, и так далее, и так далее. Израиль был занят своими выборами, своими, неприличное слово, разборками. Наконец-то он собрался. Это, я считаю, положительный эффект. Но, если это будет только для галочки, то вот эта вся эйфория, которая сегодня в прессе израильской, украинской, международной, она, в общем-то, исчезнет. Нужно действительно что-то делать. Не обязательно очень много говорить, потому что в этих областях больше нужно делать, чем рекламировать. Я говорю о помощи различного уровня, но это всегда чувствуется. Это просто слова или это определенные действия. Я надеюсь, что после этого визита действительно что-то изменится в политике Израиля. Может быть, об этом не станут намного больше говорить, но функционально мы должны увидеть какие-то действия, или, по крайней мере, если мы не увидим, в Украине должна это почувствовать. Цви, тот же вопрос к тебе. Эли Коэн поехал с какой задачей? Пройти по канату, не давая ни вашим, ни нашим, или это означает, что Израиль действительно занял определенную позицию? Ну, знаете, вот обычно такие визиты не происходят спонтанно, и в таких визитах во время самой встречи обычно ничего не решается, обычно все согласовывается заранее. Я думаю, что Эли Коэн не поехал бы туда с пустыми руками, его бы туда просто не пригласили, а если бы даже он каким-то образом договорился о приезде, то с ним не встречался по Зеленскому. Если вы помните, то когда только начались разговоры о поездке Эли Коэна в Киев, то Украина озвучивала целый ряд условий для встречи Эли Коэна с Зеленским, в том числе предоставление суды на 500 миллионов долларов, предоставление вот этих систем раннего оповещения о ракетных обстрелах и военной помощи. В официальном коммуникате тоже говорится о том, что будут обсуждаться вопросы продолжения гуманитарной, экономической и военной помощи. Это слово там содержится. Но я бы хотел отметить еще один интересный факт. Буквально вчера в газете «Исраэль о Йом», газета «Исраэль о Йом», «Исраэль сегодня» это печатный орган фактически, ну, раньше это вообще был печатный орган Биби. С недавних пор, после того, как скончался Шелдон Адельсон, эта газета провозгласила, что она является рупором правого лагеря целиком, не только Биби. И, тем не менее, один из постоянных авторов этой газеты, такой давний Бибист, приближенный к Нитаньяо, к Ликуду, к правительству Ариэль Каана вдруг публикует статью про то, что Израиль должен развернуться к Украине, что Эли Коэн не должен ехать в Киев с пустыми руками, что Юлия Дельштейн и Зайв Элькин, которые тоже собираются в Киев, не должны туда ехать с пустыми руками, что Израиль недостаточно определился со своей позицией, что на сегодняшний день Владимир Зеленский является одним из самых популярных мировых лидеров, и в скором времени окажется, что не Украина будет просить Израиля о поддержке, а наоборот, Израиль будет просить Украину о поддержке, и кроме того, у Израиля есть целый список причин, по которым он не может злить Россию, раз, два, три, четыре, пять, мы все эти причины без конца обсасывали, поэтому я не буду их сейчас снова озвучивать, на Западе знают этот список, понимают, с пониманием к нему относятся, но очень сильно раздражены, очень сильно злы на Израиль из-за этого списка, то есть они понимают, что вот да, объяснение у Израиля есть этой позиции, но они это не принимают, они это не принимают, и они испытывают очень серьезное раздражение в отношении Израиля. Такая статья Ариэля Каны, которая отродясь ничего не писала об Украине, она очень символична, мне кажется, что это такой вброс в поле общественного мнения, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы вот Израиль начнет больше поддерживать Украину. Я думаю, что эта помощь уже осуществляется, потому что время от времени к нам просачивается информация то про то, то про сё, то про пятые, то про десятые, то старые советские снаряды исчезают со складов длительного хранения в пустыне Негев и оказываются в Украине, то какая-то израильская компания передает спутниковую информацию украинской армии, то какие-то славянские танки с израильскими турелями, то израильский бронетранспортер заметили. То есть, что-то такое происходит. Мы, конечно, всего не знаем и опять же я не могу не согласиться с господином Цинкером, что такие вещи не надо широко провозглашать и пиарить. И, кстати, Эли Коэн в самом начале своей каденции сказал, мы предпочитаем об этом поменьше говорить. Но это не значит, что Израиль не будет ничего делать. И то, что Эли Коэн так тщательно подбирает слова, когда говорит об нападении России на Украину, это еще раз говорит о том, что Эли Коэн действительно предпочитает поменьше болтать, чтобы не усугублять ситуацию с Россией, потому что, ну да, мы понимаем, что есть определенные риски. Но страны Восточной Европы тоже понимают, что у поддержки Украины есть определенные риски. Тем не менее, они на это идут. И они рискуют гораздо больше, чем Израиль. Поэтому мне кажется, что это начало во всяком случае какой-то новой страницы в этих отношениях. Безусловно. Хорошо, будем ждать новостей. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие политолог Александр Цинкер и журналист Сви Зильбер. До свидания. Спасибо. Спасибо.